Всем привет! Снимаю пятый строительный влог и сейчас, через час, приедет такой мини, по идее, эскаватор, который выровняет мне участок. Я была в эпицентре, купила всякие сапки, грабли и всякое такое, и перчатки. Для чего? Для того, чтобы руки остались живы. Что хочу сказать. Перед тем, как выравнивать участок, надо убрать все с территории. На территории куча всего. Сейчас я вам покажу, что и, в общем, как это будет происходить, хочу заснять. Но если получится. Итак, что есть на территории? Есть мангал, который можно легко, быстренько убрать, кирпичи. Также, не к помощнице, также есть палеты, как они называются, эти козлы, которые сделаны вручную. Тут, вон, потихонечку все уже убирается, терапетик. И есть еще за этой горой есть стол. Да, это все сейчас я тебе скажу, куда. Высохшее расцвелло. За горой есть стол, и там, как бы, типа, разные банки-склянки, которые мама хранила для того, чтобы поливать свои цветы и, в общем, их выращивать. Также есть качели, вот, и вот это вот все, сейчас мы, видите, сносим все к дому. И я не знаю, что делать с маминами цветами. Я не хочу их перекапывать. И думаю, наверное, вот это вот все оставить. И оставить вот этот вот парапетик. Вот это все перекопать. Вот этот песок хочется перенести вот туда, вот где в планах паркетная доска, уличная. И есть чуть-чуть щебня, то есть поверх песка насыпать щебень туда. Также вот эта вот куча, это чернозем. Его тоже раскидать по территории. Как я уже говорила в предыдущем влоге, у меня здесь есть, короче, запчасти от Рено. Также тут есть химия. И куда-то девать я не могу, но тут перекопать однозначно надо. Вот, поэтому, в общем, буду сейчас что-то думать делать, потому что я делаю это впервые, и я не знаю, как правильно надо. Вот, остатки плитки. Наверное, хорошую надо собрать, да, и отложить. Еще может пригодиться для чего-то, остальное надо будет, наверное, вывести на свалку. Ну, в общем, как-то так. Пока как-то так. Ну, вот заезд. А еще тут в углу есть туалет и душ, который сделали рабочие, когда работали, они неделю жили в доме большом. И вот как бы, теперь я не знаю, что с этим делать. Сейчас приедет этот чувак, спрошу у него, потому что, ну, разбирать самостоятельно я точно не смогу. Поэтому, не знаю. Ребят, не сильно строительная идея, но, я думаю, пригодится в хозяйстве. Пока все там все носят, попросили попить водички. И просто, чтобы не была вода, я добавила лимон, черную смородину с морозилкой замороженной и малину. Заливаем все это газированной водой или обычной. В моем случае газированной нету, поэтому я с кулера, ну, вот так вот наберу. И вода приобретает такой, ну, приятный вкус, так что имейте в виду. А еще можно добавить мяту и будет вообще хорошо. Сейчас наберет водички малинка и осядет. И вот так вот будет плавать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он все сравнял, выкорчевал мне дерево, перенес песок и щебень на место, где будет палубная доска когда-то. Вот, и взял за это 1200 гривен, то есть два часа он поработал. Он мне посоветовал после того, что он сравнял найти трактор с фризой и еще пройтись для того, чтобы вот этот вот весь бурьян еще, короче, перелопатить. Мама попросила в маленьком домике сделать навес и плитку положить для того, чтобы можно было, как в предыдущем домике было, для того, чтобы можно было, если идет дождь, все равно сидеть на улице, например, и пить кофе. Вот, я мамины желания выполню, также я оставила место для огородика и завтра вам все покажу, где что будет. Насколько мой ребенок хочет свою комнату? Смотрите, она скачала программу, как называется программа? Планер 5D. Вот, и решила сделать визуализацию своей комнаты. А как ты могла сделать, что он оранжевый, как у тебя? Цвет можно поменять. Класс, молодец. Она хочет открывать с рамкой. Вот рабочий стол ее, телек. Молодец. И книги, ну конечно, сделаешь с книгами. А по размеру? Ты учила это все? Да. А здесь у тебя что? Это прикроватная тумбочка, а это... А я черная, да? Да. Хоть что-то у нее в комнате пусть будет черное. А это, по идее, должно быть яйцо, но... А я яйцо не нашла, поэтому поставила такое. И вот будет вот так вот примерно. А там шкаф? Вот точно такой мне и нужен. Большой. Там книги будут? Нет. Все, что у меня вот это вот лежит в коробках. Вот этот фетр, краски, любые материалы. Вышивка моя. Все на свете и там будет. Вот эти термоклеи... А где вторая гитара? Ну, она будет висеть на стене. Или вот тут вот, или вот тут вот. Поняла. Ну, круто, скажите, как вы никуда. Молодец. Красивая. Красивая. Ребят, сейчас едем... Поверни на себя. Также я искала и, в принципе, находила и другие варианты посимпатичней. Но эти двери, они и более-менее симпатичные, по стилю мне подходят. Но и там... Они по всем этим параметрам проходят, которые должны быть у входной двери, уличная для дома. Ты, блин, с шеем навигатором меня сбила. О чем я говорила? Ну, тут же двери. Двери, да. Двери. Так, давай я припаркую, чтобы не отвлекаться. И вот такое время есть. Мы договорились. Магазины просто не работают и открывают под одного клиента. То есть, одевает маску сам продавец, покупатель. И в магазине может быть только один человек. В нашем случае будет два, потому что мы все вместе. Ну, и еще там... Я в машину. Не будешь идти смотреть? Коронавирус, коронавирус. Еще подъедет... Ну, в общем, неважно. Суть в том, что двери надо посмотреть. Потому что на сайте я глянула, там и видео, и фото, и все хорошо. Но визуально надо пощупать, потрогать, посмотреть. И все-таки цена 15,5 тысяч плюс доставка. Как бы через интернет покупать так не хочется. Хочется на них посмотреть. Поэтому едем. Я посмотрю. И, в принципе, скоро, если что, то будет входная дверь. Есть с декоративным стеклом и без декоративного стекла. Просто будет с двух сторон одиночков. Таким образом. Тут в гатте идет три пакета. То есть, что платина со стеклом, там два пакета идет. Самого она в разрезе, так, чтобы вам уже показать, все. Значит, идет листья металла. Оцинкованный, покрашен специально в пенотекст. Идет пенополистирол, листья металла двойка, утепленная минеральной ватой, пенополистирол и оцинкованный металл. Между ними идет терморазрыв. Нет соприкосновения горячего и холодного воздуха. Она вас не будет запотевать. Не боится ни воды, ни солнца, ничего. Есть два варианта. Есть вариант со стеклом декоративным. Есть без декоративного и здесь просто гладкая. Все то же самое. 90-х полукло, два контура уплотнения. Замки кале. Цилиндр шерлок. Идет нержавейка порог. Усиление аналоги геля 5 милинг. Идет. И терморазрыв. Это идет квартира. Да, это квартира. Да, если вы ищете на улице. Не, на улице. Правда, она по стилистике тоже не плохая. Ну, это идет с терморазрывом. Но то, что вы смотрели, то идет без терморазрыва. То, что вы сразу глянули. Хорошо, спасибо. Тогда мы на связи. И вы выберете. Спасибо, что вышли. Пожалуйста. Ребята, мы приехали в Эпицентр, потому что хочется пощупать плинтуса. И вот то, о чем я вам говорила. Вот, например, пластиковые. У них такой внешний вид. Я предыдущим. Не поломается. Ну, вообще, внешний вид у них не очень. Но пластик, пластику рознь. В интернете я смотрела, есть много разного вообще всего. Но вот в Эпицентре это единственный магазин, который работает, в котором можно все пощупать, потрогать. Но все будем искать. Потому что плинтуса нужны. Плинтуса важны. Стихами заговорили. Я только видео выложила. Еще по плинтусам вы не писали ничего. Поэтому советов пока нет. Вот, поэтому буду сейчас смотреть. Как я и говорила в предыдущем влоге, я бы хотела МДФ. Но они сложнее монтируются. Пластиковые, конечно, легче и проще. И не видно неровности стен. Хотя стены относительно ровные. Но, например, в МДФ там может быть очень заметно. Видите, здесь я покажу только пластиковые. Они мне не нравятся. Ну, будем тоже еще. Будем встать дальше. Всего лишь два отдела СМДФ. Все остальное это пластиковые. Ну, сейчас будем смотреть, в принципе. Ну, такое. В интернете я смотрела. Конечно, выглядит получше. И на рынке юности я тоже видела. Там по 60 и по 100 гривен были. Ну, такие хорошие. Прикольные. Они такие стильные. Там, правда, сантиметров, наверное, 7. Не 9, не 10. Они небольшой такой. И такой квадратный. Ну, так аккуратненько и стильный. Рынок закрыт. Или просто подождать еще, может быть, 24-го, а закончится карантин. И откроют. Но не факт, что откроют. Не факт, что закончится карантин. Поэтому ремонт хочется сделать вперед. Терпение. Ну, в общем, как-то так. Может быть, в интернете поищу. В любом случае, жду от вас все равно. Но я думала, ты чешешься. Если что, жду от вас комментариев. Может быть, вы где-то покупали Палентуса и знаете места. Они хорошие, они недорогие и открыли в магазине. А вот, смотри. Я думала, Палентуса должна с полом сочетаться. Нет, не обязательно. Видишь, они такие? Цена... Ух ты! Нам надо 37 полосок. Одна полоска стоит 150. Ну, а сколько здесь метра? Здесь 2,4, как в принципе. Мы считали. Вот есть пар. Плотнее. Мне больше нравится. 147. Да. Ты хочешь в белые, да? Да. Просто надо смотреть. Есть у них разное покрытие. И некоторые царапаются. Некоторые нет. Вот этот вот получше. Вот это какой-то странный такой, блин. То есть, это даже не дерево, а как-то, наверное, пластик с деревом. Но он не сильно-то и гнется. Но он гнется. То есть, пластик он хорошо гнется. МДФ не гнется. А это такой между. Интересно. И цена у него 164 гривен. Дороже, чем. Да, но он такой интересный. А, пока смотри. Плинтус материал. Ага, это. Полистый. Полистый. Вот это, в принципе, надо. Может быть, он мне подойдет. Ребят, что вы думаете по этому плинтусу? Кто в курсе? По проекту он вообще должен быть 220. А я сейчас сделаю. Мы поднялись с Доминикой на второй этаж в эпицентре и смотрим мебель, ну, присматриваем мебель Доминики в комнату. Она уже сделала себе, я уже, по-моему, рассказывала, проект. Вот. Самостоятельно сделала, чтобы понимать, что она хочет, где какой шкаф, ну и так далее. Сейчас мы смотрим этот шкаф для книг. Это 19 сантиметров и 12 сантиметров. Ну, 80, ладно. Что-то на всякий случай. То есть выключить. Ну, вот есть такой вариант, он поменьше. Вот. Ну, смотри, будем. Ну что, я вам говорила о том, что будут закладывать эти двери. И вот. То есть. Просто блок лежит чуть-чуть не так. Поэтому надо еще докупить блок и утеплен мебель ладой. Через час где-то привезут двери. Но устанавливать смогут только через несколько дней, потому что надо все это сделать. Плюс еще, чтобы она все высится. В общем, как-то так. Ну что, привезли мне мои двери. Ого, вы тоже снимали маску. Хорошо, что вы маску снимаете. Да, да. Это дурявые штаны. Вы что, не снимаете? Fashion my profession. О, нет. Это просто дурявые штаны. Да еще одна новая маска в этом. Я заберу. Ничего страшного. Куда она? Туда вот. Две закладываю двери. Так, двери, 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 двери. Куда их ставь? Заказ, кстати, двери, двери. Спасибо, Оксаныч. Огромное. Мы их ставим внутрь или внутрь? Сейчас надо у ребят спросить. Сладь, я тупо занесем. Давай, ставь. Чтобы будет просто не долго. Кожилые сильно? Нет. 105 килограмм. Может, не будет. Может, не будет. Что, открываем, смотрим? Конечно. Смотрите, да? Не, можем бумагу слезать. Поехали. А деньги вам не надо? Нет, все. Не, не завозим. Не надо. С вами дурьми, дурьми, дурьми. Стояние, дурьми. Так, левосторонние, да. Все, дурьми. Да ничего, все же. Ребята, я нашла пластиковые, белые и не вот такие вот, мне не нравятся, а вот такие вот квадратные. То есть, в принципе, визуально смотрится как НДФ. Тена 79 гривен плюс еще уголки. То есть, в принципе, это на той виде. Но устанавливается гораздо легче. А на улице похолодало. Уйдет сантиметров на 10, сказал. И перекопает мне огород. Класс. Огород. Я не хочу огород, но я чуть-чуть оставлю для мамы. Маму попросил. Маму попросил. Маму попросил. Субтитры сделал DimaTorzok 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 я не знаю кто меня давно как я уже говорила смотрит видели если нет то я надеюсь что все-таки сварят и она будет стоять я вам покажу тут конечно нужен наверное не знаю какой у ребят автомат или полуавтомат сварка потому что тут такой металл что если автомата может спалить нужен полуавтомат сейчас спрошу не знаю это автомат или полуавтомат это автомат ну это обычная слабость это называется лишаюсь приведения на участке почему потому что тут уже идет сзади прям какая-то буря что делать блин там он я прихватил кусочек это чудом она тоже плавила ну что ребята пасха уже на носу но я вся в поисках сделала пост в инстаграм и фейсбук на тему своего на своей территории то есть что делать типа с газоном и тому подобное начали рассказывать про полив про как надо прокладывать трубы и тому подобное бюджет ограничен поэтому я не буду сейчас ничего прокладывать и поступило двух людей хорошее предложение и хочу вас спросить может быть кто-то сталкивался по поводу клевера такой есть мини клевер полу клевер он выглядит как газон то есть это как бы травка он вытесняет бурьян и при этом и красиво и полезно для например кроликов то есть у нас селе кто разводит кролики можно сказать приезжайте косить и забираете то есть уже удобно единственный минус вот я сейчас читаю на форумах я всегда все еще через форумы прежде чем что-то купить где-то заказать то есть такой мониторинг кто-то пишет за кто-то пишет против все пишут за клевер это круто красиво он есть белый он есть головки красные есть белый вот минус такой что любят пчелы и шмели клевер поэтому если детвора бегает то как бы надо запастись вроде бы как антигистаминами дальше читаю многие пишут нет неправда это точно так же как и любой цветок я не знаю как думаю может быть спрошу вас и вы скажете но в любом случае наверное я решила посадить клевер и сейчас как раз самое но буквально через полмесяца уже будет зеленый газон так что аллилуйя и спасибо комментариям интернет это крутая сила жду ваших комментариев спасибо что посмотрели это видео поздравляю вас с наступающей пасхой уже с пасхой потому что видео выйдет в понедельник то есть уже христос воскрес и пока пока